здравствуйте дорогие подписчики и зрители канала яр пруд пришла весна снег растаял на берегах прудов я стал замечать многочисленные норы причем у самой воды что не характерно ни для кротов ни для полевок я не боятся воды кто же тогда это может быть норки или выдры я слышал много страшных рассказов как они истребляют всю рыбу в пруду вот почему надо подкладывать геотекстиль и можно проткнуть но больше всего меня беспокоило то что эти зверки кто бы они ни были портят пленку в прудах вследствие чего вся вода может вычесть и мои кувшинки и рыбки останутся без воды и погибнет я долго смотрел и читал в интернете как определить кто роет норы что если это норка то должна быть чешуя от съеденной рыбы рядом с норами и все в этом роде но никаких таких признаков я не находил я уж не знаю полевки полевку вообще не похоже полевок я видел вот такие ныженые мышки десяток поместится в ладошки а тут просто какие-то кратеры размеры 12 сантиметров просто типа слоны тут подкопы роют подкачиваю воду а под водой норы берегу чтобы мне подсказывать что это явно не рак это жидкие здесь такие вот она идет и вот там вот и вот однажды когда я решил откачать воду в одном маленьком пруду видимо падение воды в норах и посторонний шум от насоса возбудили обидателей и вдруг я заметил как зверек выбежал из одной норы быстро побежал под водой и мигом юркнул другую норку к сожалению все произошло мгновенно и в кадр не попало внешне он был похож на обыкновенную крысу порывшись в интернете я узнал что основная масса нор в наших водоемах вырыта именно крысами но не обычными а водяными водяные крысы на вид точь-в-точь как обычные только живут у воды и питаются корнями водных растений всем оказывают водоему огромную пользу не давая ему зарастать но на дачах эти грызуны способны оказать колоссальный ущерб съедая корни ценных видов растений стало понятно что для ледяных крыс надо срочно избавляться пока они не обглодали все мои кувшинки опять же порывшись в интернете я нашел кучу способов как избавиться от назойливых грызунов от экзотических вроде того чтобы выжечь их норы до классических типа насыпать отравы но больше всего меня удивили защитники природы которые предлагали ни в коем случае крыс не убивать а разложить по участку разные вонючие вещи и так как крысы не выносят такой вони они уйдут с участка видимо защитники животных не интересовал тот аспект вопроса а как люди должны жить среди этой вони и даже если крысы и уйдут своего участка то они поселятся у соседа в общем я конечно люблю животных но не до такой же степени а тем временем крысы в конец обнаглели и средь бела дня прям на моих глазах стали рыть норы и выкидывать землю в пруд вот на этих кадрах как раз вы видите как это происходит короче пора действовать и так как под рукой как раз оказался баллон с пропаном я решил опробовать радикальный способ а именно выжигание крысиных нор для этого шланг от баллона опускаем в нору и открывая вентиль запускаем газ и так как пропан тяжелее воздуха он должен заполнить нору для пробы я решил много газа не заливать все таки штука взрывоопасно что называется не пытайтесь повторить это сами остается только аккуратно поджечь и постараться не опалить брови хлопка не произошло газ стал как костер гореть из норы но вдруг трава загорелась полуметре от норки и пошел дымок это было очень странно почему трава загорелась не у норки горят а 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 Попушив траву, я увидел, оказывается все дело в том, что рядом с той норкой, куда я закачан из нас, есть еще один гухарь. Вот, вторая норка показалась, потому что загорелась, запускал я сюда, в эту норку, а загорелась уже в соседней норе, которую я даже не видел. Так как выходов в норе могло быть масса и сами туннели могли быть длинные и разветвленные, то я решил больше не экспериментировать с газом, ведь крысы могут просто отсидеться в воде, пока я жгу их норы. Следующим я решил опробовать классический способ и просто расставить рядом с прудами крысыловки. Я приобрел два типа крысыловок, первый это пластиковые, похожие на большие прищепки и классические с металлической скобой. Чтобы крысы, попавшись в ловушку, не утащили крысловку, она привязывается к колушку, которая вбивается в землю. В крысловке рядом с кормушкой для рыб я решил положить комбикорм в расчете на то, что крысы могут привыкнуть подъедать комбикорму рыб и могут соблазниться и попасть в крысловку. А в другую часть крысловок я положил яблоко и морковь, так как водные крысы питаются растительной пищей. Когда заряжаешь крысловку с приманкой, главное не прищемить себе пальцы. Поэтому я сначала клал приманку, а только потом взводил скобу. В часть крысловок я решил дополнительно с помощью шприца добавить растительного масла, так как оно хорошо пахнет и привлекает грызунов. шприца. Ну и конечно надо провести испытание срабатывания механизма с помощью веточки. шприца. Как вы видите, все работает отлично. Остается только дождаться крыс. 30 мая, крысловка сработала, у нее куча слезняков. Крыса не попалась, водяная. Положим в нее опять. Ох, тут тоже куча слезняков приперлась. Пахнет. 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 Несмотря на все мои ухищрения с крысыловками, за несколько месяцев ни одна крыса в них так и не попалась и приманки не были съедены. Положим опять в нее приманку и будем дальше ждать. Ну вот у нас в эту самую крысыловку попался какой-то воробей. Это не воробей. Ой, подожди. Ты на него нажми пальчиком. С травенькой даже. Зачем это брал? Представь. Нажала пальчиком, чтобы на него сфокусировалась. Ну что, нажал? Да, да. Так что вот, крысловки на крыс не работают, крысы на комбикорм совсем не бегут, а вот... Это какая-то малиновка, наверное. Птички попадаются. А может, соловей, кстати, вот такой как раз таки. Ты уносишь, видео-то мне никак не снять. Так, и мы его теперь положим на съедение волка. Сделаем из него приклонку для сома. Чтобы смерть бедной птички не была напрасной, я решил использовать ее как приманку на сома, которая растет в моем пруду. Кто не видел видеоролик про то, как я запускал сома в пруд, смотрите видео по ссылке. С легкой руки подписчика моего канала Константина. Сома назвали Семен Семенович. Так как на зимовку я выпускал сома в большой пруд, весной приходилось его вылавливать и сажать в маленький прудик, чтобы Семен Семенович не съел всех карпов в большом пруду. Лето прошло, и в крысловке не попалось ни одной крысы. Единственное, кто слегка контролировал численность грызунов, были соседские кошки, которые днями напролет караулили крыс на берегу моих прудов, за что им отдельная благодарность. Осенью, когда соседи увезли домой всех своих кошек, я решил попробовать третий способ борьбы с грызунами, а именно, насыпать везде отралы. 15 ноября. Покрывается потихоньку льдом тоненьким. Итак, вот начали травить. Всех кошек забрали, начали травить мышей, крыс водных. Значит, бутылка Обязательно такой формы. Почему? Потому что Не высыпается из нее корм, Из-за этой ложбинки. И отсюда, когда попадает влага, Она не затекает к корму. А крыса в такую бутылку Залезть может. А с этой стороны Сделано отверстие И Грибком для Крепления Грибком для крепления По теплоизоляции Бутылка к земле переделана. Так что, вот, будем надеяться, что Все крысы Наражутся водные и сдохнуты. Вот, в таких бутылок я здесь наложил 4 штуки На пересечении У прудов Остается дождаться весны, Когда растает снег И будет видно, Съедена ли отрава И эффективна ли она Против водяных крыс. Кому понравилось видео И кто хочет узнать, Удалось ли избавиться От хитрых водных грызунов, Подписывайтесь на канал. А если есть вопросы, Пишите в комментариях. Субтитры создавал DimaTorzok